Пожарно-спасательная служба города Саров. На пульт центральной пожарной охраны поступило сообщение о возгорании в одном из магазинов торгового центра «Атом». Несколько секунд, чтобы надеть снаряжение и посадка в машину только за воротами гаража в целях соблюдения техники безопасности. Диспетчер, прежде чем обработать вызов, она уже включает сигнал тревоги. И личный состав, не узнавая, что и где как горит, выезжает уже в путь исследования и узнает информацию. Буквально одна минута на сборы, и команда спасателей отправляется на выезд. Только, к счастью, сейчас в Сарове не происходит никаких пожаров. Это плановые учения в торговом центре «Атом». По сценарию планово-тактических учений возгорание произошло на третьем этаже торгового центра. Двое покупателей оказались отрезанными от выхода. Они-то и сообщили о происшествии по телефону 101. Первоочередная задача пожарной бригады – спасти людей, которые остались в помещении и не могут выбраться самостоятельно. Остальные посетители и сотрудники торгового центра быстрым шагом отправляются на выход. Страшно. Конечно, страшно. Ну, нужно уходить быстро. Моя реакция. Проводить народ из зала. Чем быстрее, тем лучше. И самим, конечно, уйти. Вообще важно, чтобы люди реагировали, знали, куда уходить. Ну, реагировали. Но все равно жутко было. Ощущения такие, не дай бог, чтобы такое было. После срабатывания пожарной сигнализации по всему периметру атриума торгового центра автоматически опускаются специальные защитные шторы. Они сделаны из прочных огнестойких материалов и служат надежной преградой для распространения огня. Первоочередная задача – это отработка практических действий вместе с обслуживанием персонала торгового центра и с нашими подразделениями. В течение считанных минут на место прибыли сразу несколько подразделений пожарной охраны. Стоянка очищена от автомобилей. Перекрёсток Духово силки наперекрыт. Из здания эвакуированы люди. Все силы спасателей брошены на ликвидацию огня. Относишься по правовому участку номер 2. 0,10-й тебя ставше, как понял. При крупных пожарах рядом с местом происшествия разворачивается специальный оперативный штаб, где распределяются силы и ресурсы спасателей. Это своего рода связующее звено между подразделениями и пункт управления процессом ликвидации чрезвычайной ситуации. Всего в тушении пожара приняли участие 7 единиц специальной и вспомогательной техники. С поставленной задачей, считаю, наши сотрудники и сотрудники администрации данного торгового центра справились на хорошо. Средства обеспечения пожарной безопасности данного торгового комплекса сработали в полном объёме и в то время, которое необходимо для этого. Для проведения учений специально было выбрано время час пик. Стоянки, заполненные автомобилями, в продуктовом супермаркете и на этажах торгового центра масса покупателей. Здание центра оснащено всеми средствами обеспечения пожарной безопасности. И самое главное из них – это система оповещения при пожаре. Следующая система – это система дымоудаления и так называемая противопожарная завеса, которая ограничивает воздействие опасных факторов пожара на посетителей торгового центра. Это дым, повышенная температура, пламя, искры. Эти планово-тактические учения самые масштабные за последние несколько лет. Действия всех задействованных в учениях специалистов получили положительную оценку. Спустя чуть менее суток у «Атома» вновь появилась пожарная техника. На этот раз причина абсолютно реальная. В пекарне продуктового супермаркета произошло задымление. В помещении произошло задымление электропечи. То есть пошёл дым, ну как бы сразу пекари сработали в штатном режиме. Спасатели не обнаружили открытого огня, своевременно ликвидировали последствия сгоревшей проводки в пекарне магазина. И после устранения задымления и неприятного запаха торговый центр заработал в прежнем режиме.